В эфире новости Севера Башкирии. 24 августа на площади перед комплексом «Умникум» пройдет фестиваль красок. Посетителей ждет современное шоу-программа «Сожигательная дискотека с диджеем из Уфы» и розыгрыш ценных призов. Начало мероприятия в 15 часов. Приглашаются все желающие. Бирский автоклуб «Внедорожник» принял участие в третьем этапе Кубка Южного Урала по трофе рейдам «Азимут Трофи-2019». Соревнования прошли в Белорецком районе возле села Отнурок. Участие приняли экипажи со всей Башкирии, а также Челябинска, Магнитогорска и Межгорье. Бирск представили три экипажа. По итогу состязаний Биряни Михаил Чистов и Вячеслав Кузнецов заняли второе место. В Мишкино прошел конкурс мастерства лучшей по профессии. Участниками стали работники жилищно-коммунального хозяйства. Свои знания и навыки продемонстрировали слесари-сантехники, электромонтеры, электрогазосварщики, дворники, трактористы-механики и операторы котельного оборудования. Судьи оценивали не только уровень теоретической и практической подготовки, но и технологию и качество работ, соблюдение правил безопасности труда и время выполнения заданий. Победителем в номинацию «Лучший электромонтер» стал Айдар Зарипов. Народный ансамбль танца «Эрвел» из Мишкина завоевал гран-при на межрегиональном фестивале конкурсе «Серебряная веревочка». В соревнованиях приняли участие более 30 коллективов из Башкирии, Удмуртии, Республики Марий-Эл, Татарстана и Свердловской области. Мишкинцы представили два танца «Рвезлык» и «Вечером у околицы» и завоевали призовое место. В Бураево прошел митинг в память о воинах-интернационалистах. Почтить память павших собрались ветераны-афганцы, сотрудники районной администрации, руководители учреждений и предприятий, представители общественных организаций, школьники и жители села. Они возложили веньки и цветы к памятнику скорбящей матери и почтили героев минутой молчания. Мероприятие завершили вручением медалей ветеранам-афганцам. В деревне Больше Качакова-Калтасинского района отметили 325-летний юбилей. На праздник съехались уроженцы деревень из самых разных уголков страны. Большой и красочный концерт устроили Больше Качаковцы. На сцене выступили вокальный ансамбль «Зангари», самодеятельные коллективы района, а также артисты из Ижевска и Бураевского, Янаульского и Таташлинского районов. Жители накрыли праздничный стол для гостей, а глава администрации Юрий Садыров вручил медали в честь столетия республики именитым труженикам деревни. Калтасинцы передали символ акции «Чистый Танып» Бураевскому району. За время акции жители района приняли участие не только в очистке берегов Таныпа, но и в благоустройстве прилегающих территорий прудов, рек и речушек, расположенных на территории сельских поселений. Активное участие приняли Калтасинский, Нижнекачмашевский и Амзибашевский сельсоветы. В администрации Крейдели провели инвестиционный час. В нем приняли участие предприниматели и потенциальные инвесторы. На встрече коммерсант из Мишкинского района обратился с просьбой предоставить ему в аренду здание большей площадью. Сейчас у него есть салон сотовой связи, совмещенный с магазином бытовой техники. Предприниматель планирует расширить ассортимент и внедрить формат интернет-магазина. Ему предложили арендовать цокольный этаж здания, в котором уже находится его торговая точка. Второе обращение поступило от действующего фермера. Он планирует выкупить крупную ферму и цех по переработке молока. Участники обсудили возможность осуществления этого проекта и возможные риски. В Крейдели провели мероприятие, посвященное государственному флагу. Главным гостем стал председатель Госсобрания Курултая Республики Константин Толкачев. Он встретился с активистами района, рассказал о социально-экономическом положении муниципалитета и ответил на вопросы жителей. После встречи гости отправились на площадь перед Дворцом культуры. Затем организовали автопробег. В этот же день в детском саду номер 5 Бураевского района провели праздник. Для детей устроили веселые соревнования, яркий флешмоб, а также концерт. Мероприятие прошло во дворе учреждения. А уже вечером праздник продолжился на центральной площади района. Там прошел концерт и дискотека. На сегодня это все новости, а теперь переходим к прогнозу погоды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok